Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня у нас получается 7 декабря 2018 года, пятница. Я начинаю подготавливать материал, отвечать письма, потому что встаем в 4.40. Я ложусь пораньше и начинаю где-то сегодня во втором часу ночи. И в это время мне пишет Сергей Козлов. Обратились с просьбой, кавычки. Если возможно, посчитаешь нужным, скинь видео И.Т. Лапкину. Может он сможет выпустить во свете Библии опровержение нахуления святого. И ролик скинутый какой, посмотреть. Так, я отвечаю. Сейчас не могу включить звук. Володя спит. Утром займусь. Там отключены комментарии у него, у этого. Кому он на комнату смотрит. Мне это не нравится уже заранее. Я только ночью-то открыл его посмотреть. Вот, рыжий вылезет. Не нравится, что он бритый. Бритый не нравится. А то, рябок это у него. А это и реклама. Другой что, не мог. Мог первой вернуть другой стороной. Я так вижу, так понимаю где-то. Мне нужно выслушать. И вот утром я его выслушал. Я сейчас буду говорить об этом. Кто этот Александр Синицкий? Обнимаю, дорогой мой брат Сергей. Сергей, это брат один попросил прокомментировать. Синицкий это обличитель конфессий. Обличитель конфессий. Вот интересно как. Я стал смотреть и правду. Он там отвечает или рассматривает. Или даже не знаю. Маленько кого-то я знаю. На кого он там обличение выпускает. Александр Шевченко. Там Ледяев Алексей. Ну вот такие вот которые. А там бывает некоторых даже Максимов. Это вот я знаю. Их. Сергей, это брат попросил. Я тогда стал смотреть. Пока думаю еще не расцветало. Володя отдыхает. Посмотрю я, что там пишут о нем. Вопрос тем, кто защищает Синицкого. Скажите мне, какое его служение? Обличитель, ревизор, судья. Я когда посмотрел сегодня. Давай вручную считать. Оказывается можно было по-другому. У него 473 ролика. Почти полтыщи. 473. Вот у меня 13300 роликов. Но они все. Там мы где-то работаем, беседуем с детьми. Тут я лежу, даже интервью сонного берут. Ну то есть они все разные. Птицы, кошки, собаки. Здесь нету. Он сидит в одном кабинете где-то. Один. Кто-то у него друзья есть, нету. Беседы с кем-то нету. Я в отзывах это все нашел. То есть не я первый, кому это надо было бы. Так. Пастыря пасут своих овец. Евангелисты пропадают Евангелие. А в его словах больше фамилий, имен и чужих грехов, чем слов божьих. Повторяю. Да, именно так. То есть я это не потому что за это, а прослушал тот ролик. В чем смысл его роликов и обличительных? В чем смысл жизни еще, надо спросить его? В чем смысл? Ну смысл, я так думаю, может быть. Специально нанятый человек. Человек, у которого совесть в зачаточном состоянии даже нету. Совесть, он на любого может кинуться, всыпиться в него. И как это оплачивает? Это очень хорошо оплачивается. Мне пришлось 6,5 тысяч таких заблокировать только. Но на меня выводить его не надо. Нет. Потому что я буду говорить ему о слове Божьем. Больше всего надо было, чтобы с ним побеседовал отец Андрей Ткачев. В крайнем случае, в крайнем случае, Дмитрий Смирнов, это верующий. А так Александр Невзоров может быть с ним побеседовать еще. Жириновский, но тот может и не будет. Или Герман Львович Стердегов. Вот я так подумал, все прикинул. Тех я все очень хорошо знаю. Почти все о них просматриваю. А этот новый просмотрел. Все ролики его я просмотрел по названию, а отзывов нет. Это везде отключено. А раз отключено, это уже... То есть я говорю, а в обратном направлении звук не идет. Смысл его жизни. Библия, почему-то с маленькой буквы, призывает жить свято и делами показывать Христа и этим самым привлекать к Нему людей. У него же наоборот подтверждают. Да, и это точно так. И при том пользуется нестинодальным переводом 1876 года. А там еще подстрочное там начинает где-то. И когда он здесь осуждает Златоуста, видно, неграмотный человек, малообразованный. Он даже слова не может, антифон не может произнести. Он не знает слова и все время размахивает руками. И вот это пальцы покажет там где-то... Это есть такие даже священники, так вот, как Константин Пархоменко, то есть антихристы. А вы как бы сказали о нем? Ну, что сказать? Вот потому как я прослушал хулитель. Хулитель. Почти на 100% он бы сказал, точно не молится. Семикратно в день он не будет. Вот это оружие он не знает. Жития святых вообще не знает. Православие, слово, появится у него только через тысячу лет. А оно уже в апостольских правилах, в соборах. Он не знает ни соборов, ни житий святых, ни толкования ему претит. Он нападает на Златоуста. Самые похваляемые черты его. Он везде все, вот, кормит 3000 человек. А это вот так, это похвала само себе ищет. То есть богохульник, кощунник. Кощунник ужасный. То есть он не знает, где находится Златоуста. Он неверующий. Неверующий. Я мог бы сказать, какой национальности, кому он принадлежит примерно. Ну, люди обидчивые. Я его не знаю где-то. Вот. Я видеообличитель из Житомира. Я Александр Синицкий из Житомира. Бог дал мне служение обличать лжеслужителей. Бог дал мне служение. Если вас достали, ваши пастыря, я могу сделать на него обличительное видео. Результат на все 100, гарантирую. Вы можете зайти на мой сайт и сами убедитесь. Я уже посадил на место таких, как Максим Максимов, Шаповалов. Этого я тоже знаю. Александр знаю, Лидия его, Сандия знаю, Бориса Перчаткина не знаю. Одного не знаю. Я достану любого из-под земли и найду на них негативную информацию. Ну, думаю, сам о себе вряд ли он мог так сказать-то. Подтверждает. Огонек. Спектакль одного актера в театре абсурда. Ну, и актер-то он никудышный. Надо актером быть, это... Маленько хоть что-то. Что святое для него, так и не понял. Он все перетолковывает. Ветхий Завет вообще не признает. Нету. Он нигде его. То есть намертво отрицает. И видно, Писание не знает. Он только в Новом Завете такие ляпы делает. Ну, а почему тогда все не разобрали? Зачем разбирать-то? Ну, в чужой блевотине разбор делать. Блевотина. Одно только. Блевотина. Кого коснулся? Яна Златоуста. Самого величайшего из всех святых. Не считая апостола Павла. Андрей пишет. Христиане, перестаньте реагировать на это гавкающее существо. Ведь ему все равно, на кого гавкать. Был бы повод. Ну, повод это деньги. Это тролли, флуды там. Не трудитесь отвечать ему умными речами. Его цель – опустить вас на свой собачий уровень. Какой-то Андрей пишет-то. Вы можете зайти на мой сайт, сами убедиться. Я уже посадил. Ну, это опять же кто-то. Так. Посадил он, говорит, куда? Где они были, там и есть. Речи гордые. А я пек только в сотрясении воздуха. С любовью о Христе Игорь Лихленкевич. Ну, как с ним беседовать? Я даже не знаю. Я посмотрел. Плоть. А вот одним словом могли бы вы охарактеризовать его Синицына, как Синицын это? Это Синистский. Плоть. Одним словом – плоть. А если непонятно, а как? Кощунник. А еще богохульник. Неверующий. И совершенный безбожник. Суда Божия не представляет, что за каждое слово отвечать надо. И на кого ты поднял, говорит? На что он руку поднимал? В сей миг кровавый. Он не знал. И вот есть места Писания, которые, если бы он их верил в них, он бы понял это, к церкви не принадлежит. Никак. Абсолютно каждое слово из биографии Златоуста, он кощунся, ты все машешь, ты машешь вот так руками, показать, то есть мысли нету. Хула. А можно ли вывести из этого состояния? Ну, мое мнение, оно не до конца, говорится, на 100% может быть. Но, судя по моему опыту, а это 56 лет работы с такими людьми, скажу, что нет. Практически ни одного случая еще не было. Он пытается что-то сделать. Даже приходит, как бы кается, но на завтра сатана его опять утягивает туда же. Что? Служитель дьявола. Двумя словами. Ничего божественного там нету. То есть я могу как-то разговаривать с теми, кого он называет, хотя бы как-то, с ним никак нельзя. Никак. Так. Речью гордый, а эффект только в сотрясении воздуха. Все время сидит у себя в кабинете. Он нигде не бывает, его не видно, не знаю, с чем он занимается, как он живет. Все 473 ролика. Я начинал с 474. Вот. И все они обожают. Слава Иисусу Христу. С Богом. С Богом. Благодарю. Меня проверяют, чтобы устал. Саша Синицкий. Игорек, я, конечно, понимаю, что мне надо следить за метлой. И меня могут удалить. Но вы меня не поняли. Я чувствую призвание, которое мне дал Бог с маленькой буквы. Обличать всех лжеслужителей. А вот заслужительно он всех и православных, и всех. Вы посмотрите, как Махненко Геннадий заерзал и показал всю свою внутренность. Шевченко Александр полностью опозорился со своими передачами «Угол». А сейчас Борис Перчаткин. Это мой шедевр. Я сейчас разделываю с ним. Только посмотрите его реакцию. Он как коз запрятался в своей норе, не зная, что мне ответить. И все люди наблюдают за его позором. Посоветуйте, что мне предпринять против тех, кто сделал на меня видео. Назвали меня духовным карликом из Житомира. То есть я не знаю, действительно ли это так. Знания о нем, но то, что я увидел одного этого ролика о Златоусте, достаточно. Прокл, это секретарь у Златоуста был, стал тоже потом патриархом. И он молился, а где находится Иоанн Златоуст? Ему было показано, что прямо у престола Божия. Ну ладно, это жития, он не признает. Но ты считай, когда он доходит, что Златоуст толковал что-то, его, гляжу, передернуло всего. Он что-то сразу паник. Толкование не надо, толкование вот его, карлика из Житомира. Добавка. Это написал от моего имени Флудер, душевно нездоровый человек. Вот ему как раз это относится. Вся информация обо мне и нашем служении только на официальном сайте Пробудись. Пробудись. А сайт называется Пробудись. То есть, по крайней мере, он не спит. Я кроме сайта Пробудись, Бог, Ютуб, там, Бог, Тюб, Бог Тюб, что такое, и форум, и инвектория практически нигде не участвую. То ли это у него еще дополнительные ресурсы. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Синицкому, Александру? Синицкому. Мое мнение, Александр Синицкий не в один Духом Божьим. По многим причинам. Он, конечно, будет утверждать обратное, что я не в один Духом Божьим. Потому я сказал, что не каждый вне конфессиональных христианин, то есть, никому не предлежит истины. Потому что враг душ человеческих всегда сеет среди пшеницы плевела. Матфея 13, 24, 43. Поэтому надо общаться на библейские темы, чтобы определить сущность каждого. Я смотрю на него, как СД на меня заходит, там какая-то помойная муха. И вот он точно так же говорит. Первое доказательство заглавлен так. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. А кто это говорит? Это говорит евангелист Иоанн. Я вместо этого поставлю курсивом, красным. Первое Иоанна 2, 6. Он сам об этом говорит в своем видео. Кто может быть примером для христианина? Александр Синицкий не идет ни на какие христианские форумы, чтобы вступить в диалог. Его множество раз приглашали, но он отказывался. У него на сайте про буддист отключены все комментарии. Это не я, пишу все, что... Моего нету здесь ни одной буквы. Я со всеми согласен. Не идет в конфессии, то есть никому не предложит, отступивший от Бога. А сидит у себя в квартире и тиражирует видео. То есть вбрасывает в одностороннем порядке информацию в интернете. А какую роль он выполняет? Ну, если так взять, допустил Господь. Допустил, чтобы семей сын Геры шел и хулил Давида. Он все абсолютно хулит. И ничего из этого, что хулит, он не понимает. Бездуховный, намертво. Я повторяю, ни поста, ни молитвы, это не знает, ни креста. Так откуда вы знаете? По духу. Повторяю, у меня опыт, 56 лет, я работаю с еретиками. Так, я ко всем обращаюсь, кто может, найдите его, вызовите на меня, хотя бы один раз побеседовать. Один раз. Ну, а так-то лучше вывести, чтобы он с Андреем Ткачевым побеседовал, с батюшкой. Вот тут он. Разве Иисус и его ученики вели себя так? Нет, конечно. Значит, говоря эти слова, кто говорит, что пребывает в нем, кто должен поступать так, как он поступал. Он, Синицкий, лицемерит. О нем сказано, вот вы называетесь иудеем и успокаиваете себя законом и хвалишься Богом. И знаешь волю его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, уверенно себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невеж, учитель младенца, по имеющим законе образец объединения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповеду, не крась, крадешь, говоря не прелюбодействию, прелюбодействуешь, внушаяся идол, святотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулиться у язычников. Риммон 2, 17-24. Причина, что оно поступает так, описана у Иоанна. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, чтобы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Если она дали перевод, там Риммон 2, 17-24, а здесь Евангелие Теона 3, 20-21. И, конечно, Библия говорит, что образец для христианской жизни Иисус и его ученики. Кто говорит, что пребывает в нем, кто должен поступать так, как он поступал. Которые шли в богопротивные синагоги и обличали богопротивников строго вплоть до проклятия. Матфея 2, 3 глава, 2 Петра 2 глава, Деяния 13, 10-11 стихи, Галатам 1 глава 8 стих. Несмотря на гонение, ненависть, злословие, угроза богопротивников, меня мир ненавид, ибо я неустанно свидетельствую ему. Ты тут берет уже другой перед, неустанно. И что дела его греховны? Иоанна 7, 7. Если кто-либо не поступает, как Иисус и ученики, то не пребывает в нем. 1 Иоанна 2, 6. И не достоин его. И кто не берет креста свой и следует за мной, тот не достоин меня. Не может спастись. Матфея 10, 38. Продолжение следует. Синицкий не называет главную суть проблемы, которая сказана ниже. Произносит какие-то банальные слова, с которыми согласится каждая конфессия. То есть сплошное пустословие, о котором сказано. Некоторые уклонились пустословия, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждает. 1 Тимопия 1, 6, 7. То есть я с этим полностью согласен, как будто я напечатал. Такие основная проблема христианства и христиан, о которой говорит Синицкий, могут называть только слепые вожди, ведущие слепых. Вот это Матфея 15, 14. Одно слово уже не так. Основная проблема христианства и христиан перечислена на главной странице нашего сайта. Могу и повторить. Сколько существует в мире конфессии? Около 20 тысяч. Столько и богов Иисусов. Если приходящий возвещает другого Иисуса, которого мы не возвещали, то вы другого духа получаете и другое благовестие. Но такого нет, 2 Коринфянам. Подстрочный перевод. Видите? 11, 4. Потому что все конфессии враждует между собой на основе доктринальных различий. То есть любого проповедующего доктрины другой конфессии или обличающего на основании истинного Слова Божия, они назовут волком, обольщающим стадо, и сбонят из своей конфессии. А Иисус сказал, «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Иоанна 13, 35. Дальше. Конфессии в скобках православные, католики, баптисты, писятники, адвентисты, христианы веры евангельской, опрос что-то, йоколы мэнэ. Беспрекословно подчиняются не Библии, а церковным законам, верующениям, катехизисам, заповедям человеческим, о которых Иисус сказал, «Вы устранили заповедь Божию преданиям вашим». Ну и вот дальше просчитайте. Йоколы мэнэ. Я буду проводить вот так вот и задерживать. То есть он все такое. или дьявол, говорит, на пельси ушел. Какое толкование дается, кто что. Задерживайте маленько и смотрите. блудец, это церковь у него, ну то есть все еретическое. А где он причащается? Вот, допустим, мы были в воскресенье на богослужение, служил митрополитом, номер-то, митрополит, золотолуза должен был одежды сбросить, пойти, он еще не понимает совершенно. в другой церкви. Если была не церковь, тогда другой-то и не было нигде. В Синисткин еще не родился. Высоколы, озеро Оганное, вот считайте. Это я взял все, что о нем отзываются там, другие. Вот так. конкретика перечисленная, я могу даже закрыть, к нему уже не буду возвращаться. Так, теперь я зайду и покажу, где и о чем вот он говорит. Вот он, Александр Синистский. Вот его тут зомбировали, то есть такое где-то, его нигде нет, он в своем кабинете, там заперся. Я еще ничего не видел, а уже у меня внутри невосприятие его. А где-то он там, да нет, никакой роли не играет. Обречения не по слову Божию. Вот он сидит, рябок. Знаешь, какой рябок. Это совершенно плотской человек. Совершенно. То есть духовного в рассуждениях никакого нету, говорит. хрибок. А вот это его канал. У него подписчиков 5486. 5000, это много. У меня побольше немножко, 28000. Просмотр у него маленько-то, но не в этом дело-то. Дело в том, что конкретно отвечать, вывести его надо. и сразу, чтобы был какой-то арбитр, чтобы одинаковое время было. Он мои может посмотреть. У меня посещение 26 миллионов просмотров. Там он может выбрать, но там плейлисты по ним разбор идет. Занятия с детьми, у нас проходит крещение, детский лагерь, песнопение, костер. Мы все снимаем, абсолютно все. Работаем на поле, еду я на комбайне снимаю там миссионерская поездка по всей стране, по заграницам. У него ничего нету, совершенно ничего нету. Он сидит и просто человек, не имеющий страха Божия, он не имеет страха Божия, веры нету. То есть что, вы считаете безбожник? Безбожник, лютый безбожник. Если бы он был верующий, он бы был благодарен, что на чем бы он действие делал, если бы не было Евангелия, кто сохранил, кто перевел, все православное. У него ни одного слова нету. Так а вы тоже критикуете? Нет, я не критикую. Я говорю, что надо выйти и благовествовать. Я все время говорю о благовестии. А в монастыре-то они заперли, благовестия нет. Я об этом говорю. Это подвижники. И он там что такое умная молитва там стали говорить. Слова, которые он не знает этого, не испытал. Не было. Видно, что недавленный не замерзал, не умирал, не сидел. Не был, видимо, нигде. В таком виде, вот как он сейчас верующий. Его вера, со своей измышленной верой, он явно видел, что ни в тюрьме, ни в армии, ни в монастыре, то есть нигде он не был. И отдельно не был. чтобы быть одному, вникнуть в себя, как Иоанн Златоусте это был. А зачем вникать? Он все знает. Плоть. Это что, я так настроен? Как настроен? Ну, я же не просто так говорю. Вот, пожалуйста. Где-то голос его можно послушать. Я хочу поговорить о Иоанне Златоусте, просмотреть то, что оставлено. На системе он выскочком не был. Это не человек со стороны еще раз говорю, пришел с Евангелием в руках и начал обличать. Но он служил. Дальше. Я в разных местах его открываю. Копольскую кафедру. Какая была империя, да, тогда еще. Вот она входила в силу. Именно его почему-то. Понятие, что то, что его ставят диакон, он против, что пресвитеры, что епископ, он все хулит. Все. А сравните у него нищим. И вот, когда на этой цепи его сатана ведет, и он еще нападает, где-то, на еретиков он нападает, меня это не касает. Они и так еретики. И он никого не избавил, ни от чего, ни одного. А куда он приведет-то, когда у него церкви нету, это, Герману Стерлигу надо идти. Кого-то он признает. Нет, никого, нигде. То есть, которые отдельно отошли, их таких-то, уже миллион, наверное, которые вне конфессиональные, говорит. И он такой, кто-то с ним, ни одного нету, вообще никого нету. Они все поврось. Какая бы ни была там ересь, под словом конфессия, под имена, с этими словами скрытые, у них есть хор, поют там, показаны, крещение проводят, где-то что-то делают, а у этого ничего нет. Он действительно заперся в своем кабинете сидит, и вот говорит, оплатят. Ну, у него небольшие тут, не миллионные просмотры, тысячные. Тысячные, но все-таки есть, смотрят. Думаю так, что специально они избирают человека этого, хули все, и тебе будут платить деньги. В Таиланде будешь в богатых гостиницах, один тут вышел и рассказал, как было. Ну, представь, вот таких вот, рябоков, рябоков, я заблокировал только, хулителей, матеряться и все. Шесть с половиной тысяч, половина дивизии. А-та несколько полков, полка три, четыре. Вот так. И вот сейчас дальше. Нашли. Как вы думаете, самого Златоуста подобный призыв встречался лишь однажды? Да? Письма. Я их хранил и привез с собой домой, потому что это твое, пишет, родной. У него даже жестикуляция не отработана, не знает. Жестикуляцию у Адольфа Гитлера была отработана. Он специально учился, брал уроки и показывает. А это никак. Он сидит и плоть. Страха Божия никакого нет. Я прослушал от корки до корки. И одной секунды не пропустил. И духовного ничего не нашел нигде. А ничего искать-то у него нет. Он настроен на это. И там у него внутри нет понятия такого, что должен удалиться, в посте и молитве подвязаться, смирить свою плоть. этого ничего нет. Кто он такой? Биография какая-то тоже ничего нигде не мог найти. Может где-то и есть. Не из преисподней же он был, не с неба свалился. Вот. Это предварительное, что если он придет, чтобы он знал. если встреча состоится, я в это не верю, то что он узнает, кто перед ним. Мое отношение к нему. Дальше. Христос посчитает антихриста, который он строил уже тогда, оскотинивая человека, человека всех. Ну вот все. Я сейчас ролик поставлю, Сергею скину и попрошу, чтобы он его, через которого брата, он не указал, какого брата, попытались вывести на меня, но я в это не верю. Но я о нем начал молиться. Вот что. Польза. Польза какая. То есть я уже молюсь о нем. Как о враге Божьем. Как охулитель. Я его в один ряд ставлю с Невзоровым, когда молюсь, чтобы Господь обратил Стерлигов, Невзоров Александр Глебович. И вот это вот. А кто из них опаснее? Да Бог его знает, кто. Ну, этот, по крайней мере, тот прямо атеист говорит, а тот говорит верующим-то, а этот не поймешь его какой. И такую надпись крупную сделать, ну, не случайно он сидит. Что оно означает? Или рекламу дает он, или надеть больше нечего. Мы, если... Иногда бывает надпись, это в каждый дом Евангелие красные такие где-то. Так что, Александр, если попадет мой ролик к вам, не вздумайте на меня обижаться. Это бесполезно. Во-первых, ничего вы мне вину-то поставить не можете. Я православный. Меня тоже гонят. Но гонят и все. Видно, как к нам приезжает митрополит. До этого епископ был Максим Дмитриев, до этого Антоний был, Мастендич. То есть, хорошее отношение. Хорошее. Я молюсь за патриарха каждый день. И что сказать? Считаю благодатным. А это подходить, благословение. Он не знает, если братья и сестры научатся. Да нигде обращения братья и сестры в Библии нету. А только братья. То есть, знал бы, так не говорил. А это и священники все говорят. Так. Молитесь, говорю, там что. И все остальное Бог приложит вам. Не остальное, все сие. То есть, пища и одежда. Это точно так же повторяет все эти ошибки. Желаю блага Александру обратиться. Хотя в это я не верю. Не верю, но через неверие перешагиваю. Богу нашему слава. Субтитры сделал DimaTorzok